Девушки отдыхают Печенье, которое моя мама готовила для нас, называла она его «орешки-коштанчики», и вот на эту тему сегодня будет вариация. То есть это будут такие вот трюфельные печеньки, внутри там будет сыр, орешек-фундук, оно будет такого солененького вкуса, да, нейтрального, и маленький сюрприз в конце для деток. Печево не обязательно может быть солодным, чтобы быть вкусным. Найкраще тому подтверждение – трюфель с сыром. Эта страва – еще один доказательство того, что создать кулинарный шедевр можно из обычных продуктов, которые просто сейчас лежат у вас на кухне. До того же, она гарантированно понравится тем, кто никогда не належал к фанатам выпечки. Для этого нам понадобится фундук, безусловно. Мы его отправим с тобой на сковороду, немножечко подсушим, чтобы он отдал нам свой аромат. Чем необычен этот рецепт, это тесто? Сюда идут вареные желтки. Никогда, в никаких кулинарных книгах я не встречала рецепт такого теста. Оно получается сыпучим, песочное тесто, которое очень-очень кровко отварили яйца, достали оттуда желтки и отправляем их в ситечко с крупными отверстиями для того, чтобы можно было выдавить быстро. На 4 желтка 1 столовую ложечку. Мы сюда кладем сметаны, перемешиваем. И масло. Масло у меня не очень мягкое, поэтому я использую терку. Это тесто перед тем, как мы будем выпекать, мы обязательно должны, как и любое песочное тесто, отправить в холодильник. А сколько же масла ты взяла? 200 грамм. 4 желтка, 200 граммов масла, 1 ложка сметаны, пока все понятно. Ну что, мы перемешиваем масло с желтками и сметаной. Немного посолим наше тесто и будем вмешивать муку. Поскольку это печенье практически солененькое, то соли побольше добавить? Ну, где-то 1 чайную ложечку. Наши орешки уже подсушились. Вот видишь, такое масло выделилось. Видишь, какие они мокренькие стали? Да. Осторожно, очень горячие. Это точно. 1 чайную ложку разрыхлителя. Обязательно. Кстати, вот первое время, когда в магазине стали появляться разрыхлители в пакетиках, я, честно говоря, с каким-то недоверием относилась. Думаю, по старинке лучше. Соду уксусом погасила, как мама и бабушка делала. А потом, когда попробуешь разок-другой, и понимаешь, что это удобнее. Это очень удобно. Так же, как удобнее сделать все машиной. Быстрее, чем руками. Конечно. Кстати, что мы будем делать? Мы отправляем нашу смесь в нашу чудо-машину. Держу в руке фундук и понимаю, что это просто кладезь полезных веществ. Все орехи полезны. Витамин Е в большом количестве, белки, жиры необходимы организму. Но у фундука есть своя особенность. Он очень хорошо выводит соли из организма. А как вы понимаете, поскольку мы многие любим солененькое, то фундук нам нужно употреблять. Фундук. Всего по рецепту идет два стакана муки. Если тесто, вы видите, что оно очень мягкое получилось, добавьте еще одну столовую ложку, но не больше. И когда вы отправите его в холодильник, оно схватится. Танюшенька, а просеивать муку не обязательно для этого? Обязательно. Здесь просеянная мука. Ну что, мне даже не понадобилась еще одна ложка муки. Я вижу, что уже с тестом все в порядке. То есть здесь важно, чтобы оно не было более густым, чем необходимо. Да, оно тогда будет более рассыпчатым. Смотри. Видишь, оно довольно-таки тугое. Вот. Плотное песочное тесто. Но посмотри за счет желтков вареных, какое оно получилось нежное и мягкое, правда? Да. Песочное тесто, оно так себя не ведет. Одну часть мы укладываем пленкой. Мы обе части отправляем в морозильник. Через полчаса его с тобой достанем. Если же есть время, то на час в холодильник. Одну часть мы используем сейчас, а вторую ставим на потом. А, слушай, это как раз вот тот замечательный вариант, когда мы делаем заготовки теста, а потом можем его использовать. Обе части отправляются в морозильник. Оно стало такой вот более плотной консистенцией, потрогай. Да. И мы начинаем с ним работать. Я тебе смогу помогать? Конечно, я сейчас разделю его на две части. Вот так вот. Одну часть даю тебе. Мы с тобой, как поступаем всегда с варениками и с пельменями, делаем такую вот длинненькую колбаску одну. Какой толщины она должна получиться? Она должна получиться где-то вот такой вот толщины. А ты вот в школьном возрасте уже же начинала что-то готовить? Была у вас такая мода принести выпечку, которую сама сделала, и хвалиться перед девчонками? Ты знаешь, у нас были даже ярмарки в школе. Да ты что? В спортивном зале, я помню, мы делали такие ярмарки, приносили выпечку и продавали ее. Кому? Друг другу? Друг другу. Слушай, я такого даже не слышала. Ну, это же Одесса, моя дорогая. Прелесть какая. А кто это придумывал? Ты знаешь, я не знаю, мне казалось, что такое есть в каждой школе. Нет, у нас конкурс букетов был. Но ярмарка, где бы мы продавали друг другу печенье, и чем ты там хвалилась? Рогалики какие-то я пекла. Тогда же был тотальный дефицит, ничего нельзя было купить. И я помню, как мама прятала от нас шоколад и сгущенку, потому что она необходима была для каких-нибудь тортов. Как мы с папой у мамы однажды украли три литра сгущенки, спрятали, и папа у нас был крышей. Слушай, а что-то сгущенка в трехлитровой банке была? Ну, на разлив, СВ, свежеворованная. Секреты семьи Литвиновых. Только в программе «Все будет добро». Кстати, наш эксперт Андрей Бабаев просто открыл глаза нам всем на сгущенку. Какие там могут быть необыкновенные ингредиенты, я имею в виду сгущенки, которые иногда продают в магазине. Ну просто от сгущенного молока ничего не остается. Как хорошо, что мы знаем, как правильно сгущенное молоко выбирать. А если вы подзабыли, загляните на сайт добро.stb.ua и обязательно посмотрите этот и другие интересные сюжеты. Так, а сейчас что? Смотри, что я сделала. Я положила туда кусочек сыра, кусочек фундука вовнутрь и еще один фундук сверху. Фундука нужно кушать много, это полезно, поэтому у нас будет целых два фундука в нашем печенье. Вот такая вот маленькая импровизация на нашей кухне. И смотри, что я делаю. Я формирую такой вот трюфель и буквально полностью его утопила туда, сделала такую маленькую улыбочку. Видишь? Так как здесь есть разрыхлитель, оно будет увеличиваться в объеме и будет отставать от орешка. Он будет туда выпасть, поэтому нужно поглубже его туда упаковать. И получается не просто трюфель с фундуком, а трюфель с двойным фундуком и сыром. Смажем противень растительным маслом. Вот так вот наливаем. И когда ты ставишь на противень печенюшку, нужно сформировать этот трюфель, да, то есть его как бы пальчиками вот так вот покрутить и придавить ко дну, чтобы он у тебя не крутился, да. А вот это вот, знаешь, вот первый трюфелькомом у меня. Но потом все это проходит. Главное учиться, пробовать, экспериментировать. Орешек, кусочек сыра, напоминаю. И работать быстро, потому что тесто же у нас похоже на песочное, да, с песочным тестом. Там много сливочного масла, с ним нужно работать быстро, потому что оно буквально тает в руках. Если вы делаете это в первый раз, оденьте перчатки, тогда ваши руки не будут так быстро нагревать тесто. Ну вот единственное у меня сомнение, это понравится ли детишкам вкус соленого печенья. Хотя, судя по любви некоторых малышей к крекерам соленым, то да. Это любимое печенье моего сына, он вообще сыр обожает, у него все с сыром должно быть. Сейчас, когда мы начали делать эти трюфельки, я опять вспомнила о той замечательной ярмарке, которая в школе была и в которой ты принимала участие. Ну вспомни, сколько денежек тебе удавалось заработать на продаже печенья? Ой, ты знаешь, такой азарт был, я такой азартный парамоша, оказывается. Мы с подружками буквально друг от друга скрывали, что мы будем готовить. Интриги. Ну, конечно, я была первой, ты понимаешь, всегда я всех обскакивала на поворотах. Ну и мы, конечно, все заметили, как ловко Танюша ушла от ответа на вопрос, сколько ты денежек заработала? Я не помню. Клянусь, не помню. Наверное, вот в те моменты у тебя и зародилась мысль, которую ты могла еще и не осознавать, стать ресторатором. Ты знаешь, наверное, было проблематичным выбрать профессию, я не знала в 16 лет, куда мне поступать. И институт был выбран случайно. Это был ближайший институт к моему дому. Вот оно как! Какой же это был институт? Пищевой промышленности. Это судьба. А ты знаешь, что в этом же институте пищевой промышленности учился Андрей Бабаев, конечно. Вот так вот. Мы отправляем их на 20 минут при температуре 180 градусов. Очень просто. Пока выпекаются наши печенюшки, мы с тобой натрем сыр. Нам понадобится немного тертого сыра. Я взяла сыр со вкусом топленого молока. Он такой более нежный. На мелкую терочку? На мелкую-мелкую терку. Так, и сколько же сыра? Не больше, чем 100 грамм. Сыр натерли. Печенье в духовке выпекается уже 20 минут. Может, пора все это соединять? Оно уже готово. Давай. Ух ты, смотри, какие они румяные получились. Действительно, фундук раскрылся. И теперь я понимаю, почему нужно было делать все так, как ты сказала. Что мы делаем? Мы берем яйцо куриное. Можно взять просто желточек, если вот такое вот маленькое количество. Пару печенюшек мы с тобой отставим в сторонку. Это будет наш сюрприз. Окунаем его в яйцо немножечко. И сыр. Так как сыр у нас не очень мелкий-мелкий получился, мы вот такую вот формируем горочку ему. И отправляем обратно в духовку. Ты когда готовишь на кухне, твои мужчины всегда тебя хвалят? Или иногда уже относятся к этому как к само собой разумеющемуся? Без похвалы я начинаю киснуть, мне неинтересно что-либо готовить. Поэтому это просто обязательно. Отправляем? Да. И снова духовка разогрета до 180 градусов. И чтобы печеньки приготовились, нам понадобится... Чтобы они расплавились, 5-10 минут максимум. Так как духовка горячая, это происходит очень быстро, буквально за 5 минут. Сырок расплавится, и мы увидим, какие же они, эти трюфеля соленые, с фундуком и сыром. Так, пока плавится сырка, обещала тот волшебный сюрприз, который сделает это печенье самым любимым у детей. Мы оставили три печенюшки с тобой, расплавили шоколад. Можно молочный, можно черный, какой детки ваши любят. Ну и в том числе вы, конечно. Ничего себе! Отправляем его туда, обмакиваем щедро шоколадом, достаем на вилочку, даем ему стечь хорошенько, чтобы ничего не текло уже, отправляем в орешки. Этот же фундук, либо грецкие орехи, измельченные в блендере. Достаем на вилочку. Он получается настолько изысканным и пикантным, эта печенюшечка. Ну, поверьте, что вы сможете удивить даже самых привередливых хозяек. А застывать они будут при комнатной температуре или в холодильнике? Нет, нужно, конечно, отправить их в холодильник на какое-то время. Или на балкон сейчас зимнее время. Ну вот тебе лично какой больше вариант нравится? Солененький или сладенький? Сладенький. Женщина. Соленое трюфельное печенье с фундуком и сыром. Как только сыр сверху расплавился, мы понимаем, что оно готово. Да. Достаем. Посмотри, какая красивая композиция. Это точно. И пока ты выкладываешь это соленое печенье, вы видите, что печенье в шоколаде выглядит как совершенно другое лакомство. На самом деле все сделано по одному рецепту. Только есть маленькие секретики, которые Танюша раскрыла, и благодаря которым у нас получается два вида печенья. В итоге получается опять угощение, которое можно ставить на праздничный стол. Любуемся и пробуем. Да. Вот так вот очень аккуратно. Сперва пробуем соленый вариант. Не забывай о том, что есть шоколадный. Ой, Танюша. Смотри, какие два орешка получились. Заснеженная такая растаявшая вершина. Насколько нежная и рассыпчатая. Все, как ты говорила. Навсегда запомни, что сюда нужно класть уже отваренные желтки. И хочется попробовать сладкий вариант. Давай. То же самое печенье. Выглядит абсолютно по-другому. Я помню в детстве мама покупала такое вкусное печенье в магазине. Вот такое же рассыпчатое в шоколаде. А теперь я знаю, как самой такое приготовить. Я думаю, что оно полюбится и вашим детям. Так что кушайте на здоровье. Спасибо тебе за это кулинарное открытие. Чтобы приготовить соленое печенье трюфель с сыром, нам понадобятся вареные желтки, мука, сливочное масло, соль, сыр, сметана, фундук. Замешиваем тесто из желтков, масла, муки, сметаны и соли. И оставляем его в холодильнике на один час. Потом раскатываем из теста колбаски, нарезаем кругляши и формируем трюфель с кусочком сыра внутри и с орехом сверху. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов на протяжении 20 минут. Затем окунаем верхушки трюфелей в сырое яйцо и мелко натертый сыр. И, чтобы получились расплавленные верхушки, отправляем в духовку еще на 10 минут. Приготовив такое необыкновенное печенье, вы угодите и взрослым, и детям, потому что оно может быть и соленым, и сладким.